Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Мой гость — генерал Веры. Лично обучался у двух других величайших генералов Веры. И сейчас он строит новое на полученном от них основании. Благодаря тому, что он узнал, вы сможете пережить самое невероятное движение Божьего Духа за всю историю человечества под названием «Большая слава». Такое, какое описано у еврейского пророка Агея. Смотрите далее. Я сражался за себя в каждой сфере своей жизни, но кое-чего я не знал, пока не открыл измерения, где все не такое, как кажется. А в этом измерении истина становится реальностью. Уже более 50 лет я изучаю сверхъестественное. И каждый момент вел меня к самому важному событию. Миллионы евреев по всему миру получат спасение. Бог желает, чтобы уверовали все, и чтобы никто не погиб. Это называется «Большая слава». А вы верите? Это сверхъестественно. Добро пожаловать, Дух Святой. Двигайся среди нас. Мой гость, Кеннет Коупленд, известен во всем мире. Его называют генералом веры. В течение 60 лет его проповеди достигают сердец миллионов людей и меняют их. Кеннет и Глория в браке уже 60 лет. Мне интересно, как вы познакомились с Глорией? Вы такая прекрасная пара. Сит, это произошло сверхъестественно. Мой отец работал в крупной национальной страховой компании. Тогда Техас, Кристен, Хорн, Фрокс играли против Арканза, Спайн Блаф, Голден Лайонс. И так получилось, что я пошел на вечеринку после игры. Там ко мне подошел мужчина и сказал, «Моя дочь – самая прекрасная девушка в Арканзасе». Я спросил, а это точная информация? Он подошел ко мне поближе и сказал, «Ты ведь мне не веришь? Я могу это доказать. Я заинтересовался, как же выглядит эта самая лучшая девушка в Арканзасе». 8 октября 1961 года, воскресенье. Моя жизнь круто изменилась. Я увидел ее и был просто поражен. Я сказал, «Глория, хочешь посмотреть на город? Отсюда очень хорошо видно». Она сказала, «Да, конечно». И похлопала меня по спине. И это было все. На тот момент это было все в наших отношениях. «Итак, вы стали пилотом самого Орла Робертса». Да, это так. И это было не из-за денег. Я просто знал, что мое место именно там. За день до этого я просто упал на пол и молился в духе так страстно, как только мог. Я думал, интересно, смогу ли я пообщаться с ним? Потом я услышал от Бога. Время пришло. А ну-ка быстро вставай на ноги. Я был очень удивлен и стоял, вытянувшись, как солдат. Бог сказал, «Я послал тебя сюда. Я позабочусь о тебе. Они не могут сделать из тебя служителя, потому что я уже сделал тебя служителем. Они могут только натренировать тебя». Тогда я позвонил отцу. Он сказал, «Ну, где ты?» Я ответил, «Я в регистрационном офисе». Он ответил, что один из его знакомых приходил и выписал мне чек со словами «Это на его служение». Я спросил, «А сколько?» Он ответил, «375 долларов и 15 центов». Расплатившись по долгам, я остался с 15 центами на руках. Достаточно, чтобы купить конфету и снова стать банкротом. Я вышел оттуда, и Бог остановил меня напротив исследовательского центра в университете Орла Робертса. Я сказал, «Поднимись на шестой этаж». Я так и сделал. Я просто пришел и сказал, «Меня зовут Кеннет Коупленд». Я только что зарегистрировался на учебу. По профессии я летчик, пилотирую самолеты. Могу предложить и вам свои услуги. Я это все выпалил, но никто особо не обратил на меня внимания. Я повторил свои слова дважды. Итак, я получил первый урок веры. Я обернулся и увидел, что Орл Робертс стоит позади меня. Он поздоровался и сказал, «Я Орл Робертс». Я был потрясен. Он сказал, «Я правильно понял, вы сертифицированный летчик?» «О, да, сэр». «Вы можете пилотировать пассажирский самолет?» Я ответил, «Да, сэр». Тогда он рассказал, «Две недели назад я был нанял напарника нашему пилоту». Но Божий Дух остановил меня и сказал, «Нет». «К тебе придет студент, возьми его». Это было сверхъестественное начало нашего с ним общения. Об этом можно говорить бесконечно. Расскажите нам, пожалуйста, о паре вещей, которые помогли бы и нам. Никогда не пытайтесь предугадать Бога. И проводите время в Слове. Это книга Кровного Завета. Просто читайте ее. Живите ею. В ней Бог являет Себя. Имя Иисуса — это оружие, которое нам дал Божий Дух против Силцы Моя. Еще один генерал веры, доктор Кеннет Хейген, старший. «О да, расскажите нам о каких-нибудь сложных вещах, которым он научил вас. Я знаю, что он был для вас как родной отец. Да, он научил меня силе веры». Тому, что это такое и как это работает, как она проявляется. Мы знаем, что это духовная сила. В классическом переводе Библии короля Иакова известный стих звучит так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это Евреям 11.1. Вот этот стих в другом переводе Библии. Тут сказано, вера — это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы невидим. И вот что написано в шестом стихе. Послушайте. «Без веры Богу угодить невозможно». Вы используете другой перевод, не так ли? Да, я читаю разные переводы Библии. Я провожу за чтением столько времени, сколько будет достаточно для того, чтобы жить в слове. Я живу словом. Это явление славы, явление Бога. Библия — это и есть Бог. Она не содержит в себе Слово Божие. Писание — это и есть Слово Божие. Это Его завет с нами. Но вернемся к этим двоим. Когда я читаю 4 главу послания к Ефесиным, я вспоминаю их слова. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, а в муже совершенного, а в меру полного возраста Христова. Христос — это не фамилия Иисуса. Это означает, что Он помазан. Это означает помазание. Эти люди сделали это для меня. Если в их времена это было так, то и в наши времена помазание приходит точно так же. Все это — дары для служения. Оба эти человека глубоко повлияли на меня. С одной стороны, это был евангелист, а второй был учителем. Мое основание сложилось именно во время общения с ними. Однажды я спросил у брата Роберта, можно ли сказать, что вы используете свою веру как механик использует инструмент? Вы просто берете его из своей коробки с инструментами и используете. Он ответил, я никогда об этом не думал. Вот именно с такой стороны. Но, видимо, это так. Однажды, я до сих пор это ясно помню, он стоял на сцене, а я был поодаль, держал его пальто. Он свидетельствовал молодой женщине, которая тоже поднялась на сцену. Она стояла там, и вдруг он сказал, Христос сейчас прямо здесь. Он стоит прямо рядом со мной. Господь сказал ему возложить правую руку на людей. Он сказал, он прямо здесь. Именно он сказал мне возложить руки на вас. Это было замечательное явление божественной славы. Тогда я начал как бы рассказывать об этом кратко. Это так важно. Во мне родилась вера в Бога, который живет здесь и сейчас. Не только в Бога, который где-то там на небесах. В Бога внутри людей. Я стал доверять ему. Я стал слушать его. Я не хочу ничего делать без Бога. Помните, Давид спрашивал у Бога о своих делах. Я научился тому же. Сначала спрашивать. Прошло много лет уже. Мы начали с нуля и научились, как жить не под проклятием закона. Многие люди не знают, что это, но он включает в себя духовную смерть, немощи, болезнь и бедность. Благословение же Авраама это духовная жизнь, божественное здоровье и процветание. Это очень просто. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе». Так благословение Авраама стало доступно и язычникам. Я говорю о вере. Сейчас самое главное, что вера действует любовью. Она действует божественной любовью. О Писании. Сказано, что Божья любовь изливается в наши сердца через Святого Духа. Он здесь и любовь здесь. Просто позвольте ему говорить. Когда мы вернемся, Кеннет расскажет нам, что он понял, возрастая на плечах этих гигантов веры. И что он видит в этом 2024 году. Будет интересно, так что не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Мы с Кеннетом Коуплендом никогда не встречались вплоть до недавнего момента. Я выступал в его церкви. На этом человеке было невероятно сильное Божие помазание. Потом, несколько дней спустя, я говорил с ним по телефону. В этот раз было в сто раз мощнее. Я думаю, что вы отмечены большей славой. Но перед тем, как он высвободит эту славу на наших зрителей, я хочу, чтобы Кеннет Коупленд научил нас некоторым очень важным моментам, которые Бог открыл ему. А ему есть чем поделиться за полвека своего служения с вами. Просто верьте в Бога. А как насчет того, чтобы наша страна верила в Бога? Чтобы наши дети верили в Бога? Что насчет того, чтобы доверять Богу свои финансы? И, конечно, прежде всего вам нужна эта книга, потому что он написал ее. Я не скажу вам ничего нового. Я думаю так. Однажды мы с Дэвидом Бартоном размышляли над посланием к евреям. О, скажу вам, я читал это послание очень много раз. У меня здесь, как видите, очень много пометок, много разных выделений и заметок. Это очень увлекательно, поверьте мне. У меня спрашивают, а где взять белый маркер? На фоне вашей желтой Библии он смотрится прекрасным. Это потому, что я выделяю только хорошие вещи. Да, вы ничего, абсолютно ничего не упустили. Имейте веру в Бога. Имейте веру от Бога. Это очень важно. Когда я принял Иисуса своим Господом и Спасителем, я еще не знал этого. Но вера уже родилась в моем сердце. Так говорит послание к римлянам. И позже я узнал, как предоставить свое тело в живую жертву Господу. Иисус говорил, имейте веру Божию. Он сказал, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, если кто скажет старой машине сей, если кто скажет новой машине сей, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море. И не усомниться в своем сердце, но поверить, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Но подождите, послушайте, а вот это. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получится, и будет вам. И далее, и когда стоите на молитве, прощайте. Вера не работает в непрощающем сердце, или же в непрощающей среде. Как бы то ни было, вам нужна вера. А за ней мы обращаемся к книге. Мы ничего не должны делать на своих эмоциях. Что вы имеете в виду, мы обращаемся к книге? Вот к этой книге. Вы имеете в виду обещания, или что именно вы делаете? Ваш путь к отвеченной молитве начинается вот здесь. Вы должны найти обещание, которое отвечает вашей ситуации. Так у вас появляется ответ на молитву. Об этом вы должны молиться. Если вы нуждаетесь в исцелении, просто начните с обещаний об исцелении. Если в финансах, найдите обещания о финансах. Они все здесь. Все здесь до единого. Давайте вернемся к прощению. Все, что нужно вам. Не забывайте о крови. Мы говорим о кровном завете. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. А, значит, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. А вот что мы узнали здесь. 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжом и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я верю в это, и неважно, чувствую я себя прощенным или нет. Когда-то давно у меня был такой опыт в Южной Флориде. Я очень сильно рассердился. Я не выругался, но очень хотел. Я ходил по своему номеру в отеле и думал, ни за что туда не вернусь. Я услышал голос внутри себя, о чем это ты? Ты знаешь, о чем я. За время христианской жизни я уже привык к этому внутреннему голосу. Главное, чтобы он совпадал, а вот с этим я сказал себе, я не буду больше разговаривать с этим человеком. Ну а почему? Но ты ведь знаешь, что я сделал и что я сказал. Он спросил, ты исповедовал это передо мною? Я ответил, да. Тогда он ответил, Кеннет, я знал об этом еще до того, как ты исповедовал это. И он продолжил, теперь ты избавился от этого. «О, ну хорошо». А вы можете сказать, «Я не чувствую, что Бог простил меня». Это не имеет никакого отношения к чувствам. А вот оно, обещание, основанное на крови. Иисус истекал кровью ради этого. Я верю в это. А что Бог открывает вам касательно этого 2024 года? Я выделил для непрекращающейся молитвы выходные. И все время молился об этом. Молился, молился, еще раз молился. Молился обо всех и обо всем. Это были очень насыщенные дни. Я продолжал молиться. Я услышал слово о людях веры. Слово о тех, кто действительно честно и от всего своего сердца живет по вере. Они изменили свой образ жизни, так или иначе. Потому что все, что они получили, было получено по вере. И Бог сказал, «А в 2024 году люди веры будут на победном берегу». Они пойдут глубоко вглубь, чтобы приобретать души для самого Бога. Придет множество перемен. И я спросил, «А о чем мне нужно молиться? За наше правительство и за изменения в нашем народе?» Бог ответил, «Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Вот так. И все это вера. Кеннет говорил о молитвах в этой книге, в Библии, о том, как они важны. Но прямо сейчас вы можете помолиться молитвой, которая совершенно изменит вашу жизнь. Я знаю это, потому что так было и со мною. Это молитва о вашем познании, глубокого общения с Богом на своем собственном опыте. Никто не отнимет это от вас. Никто не заберет это от вас. Никто не отговорит вас. Вас уже вообще не отговорить, поэтому повторяйте. Вслед за мною эти слова скажите, «Дорогой Господь, прости мне все мои грехи. Я так благодарен тебе за кровь Иисуса, потому что кровь Иисуса Христа полностью стирает все мои грехи. И теперь, в эту минуту, ты не только мой Спаситель. Войди в мое сердце и стань Господином моей жизни. Аминь». Но что еще говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово вера, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? «Как прекрасны ноги благовествующих мир». Вот откуда приходит вера. Так написано в Библии. Эта книга полна вера. Итак, вера от слышания, ослышание от Слова Божьего. В начале этой передачи нам следовало бы поговорить о работе, которую вера производит внутри нас. «Верьте в то, что вы услышали сегодня и благодарите Бога. Вера, она во мне». Есть одна вещь, которую я знаю наверняка. Вы смотрите сейчас эту программу, и вы снова влюбитесь в Иисуса. И также вы влюбитесь в равноценное Иисусу, Слово Божие. Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плоти. Я молюсь во имя Ишуа, чтобы ваши отношения любви начались уже сегодня, и чтобы они возрастали. Да и аминь.